Меня давно волновала такая мысль. Нельзя ли использовать современные технологии для того, чтобы расширить возможности проповеди? Потому что каждая проповедь, она, конечно, рассчитана максимум на тысячу человек. Ограниченная площадь – это площадь храма. И из-за того, что даже люди в храм приходят тоже разные. Какая-то часть, около половины – это постоянные прихожане. Другая половина – это состоит из двух частей. Одни, которые приходят редко, а другие, которые пришли вообще первый раз. И сначала, ну, можно сказать, первые десять лет этих трудов, я старался, чтобы в каждой проповеди было бы вмещено все. Что даже услышав одну, можно было бы, в принципе, понять, что такое есть христианство. Но в дальнейшем это все стало делать гораздо труднее. Почему? Потому что те люди, которые ходят в храм постоянно, для них слушать об одних и тех же основах христианской жизни, хотя и на разной молодой, довольно трудно. Они бы хотели, ну, углубленно входить вообще в христианскую жизнь. А если, например, с помощью интернет-технологии проповедь записывать, то, во-первых, к ней человек может обратиться в любое время суток, в любое время года, и вообще даже вспомнить, а что было там пять-десять лет тому назад, и включить, услышать и так далее. Пользоваться этим, как некой такой библиотекой. И, конечно, расширяется возможность. Потому что, ну, у нас в Российской Федерации около 20 тысяч церквей. Если 20 тысяч помножить на тысячу, то это очень небольшое количество людей. Конечно, их оглашение, катехизация, оно влияет на все общество. Но гораздо важнее, Слово Божие, донести до всех. Если до революции начальное образование было в руках церкви, было 80 тысяч церковно-прикадских школ, то каждый мальчик и девочка русские, они вот сразу участвовали в понимании того, что есть добро, зло с точки зрения откровения Божия. А сейчас это невозможно. Мы как-то не достигаем до них, до их сознания и сердца. А современная школа, она всячески препятствует проникновению Слова Божия в школу. Гораздо легче пройти сектанту, потому что он платит какие-то деньги директору, и тот на свой страх и риск готов, так сказать, ради денег, что угодно наслаждать детям Божьего. Тем более, это вообще часто плохо вообще различает, чем одна религия отличается от другой. Вот, поэтому я придаю очень большое значение, большое значение церковной проповеди и записью этой проповеди. Мы таким образом увеличиваем количество храмов. Хотя главная цель храма – это не проповедь, а причастие святых христовых тайн, что, конечно, через интернет невозможно. Но через проповедь можно сделать первый шаг. Более того, у меня за последние 10 лет появилась целая такая вот электронная паства. Она огромна. И она распространится на весь русскоязычный мир. И вот слушают и в Австралии, и в Канаде, и в Италии. Из Гренландии, правда, не поступало никаких сигналов. Но так вообще и на Дальнем Востоке, я имею в виду и Японию, и Корею, ну и каким-то образом русскоязычный Китай. Потому что китайцы тоже сейчас изучают русский язык, что тоже очень интересно. Поэтому я придаю огромное этому значение. Здесь нет никакого противоречия, потому что апостолы, когда были совершенно неграмотны, и то они были обеспокоены тем, чтобы слово Христово записать на современный им носитель пергамин и папирус. И это было сделано, благодаря этому мы имеем священное описание. Я тоже, можно сказать, вполне неграмотный в этих технологиях. Но пользуюсь этой возможностью, чтобы записать на современные носители то, что мне получается сказать. Если это кому-то будет полезно, а я в этом неоднократно убеждался, вот одно из самых сильных впечатлений в последнее время, ко мне пришли два парня из тюрьмы, такие очень веселые. Говорят, вот мы из тюрьмы. Я говорю, ну что ж, поздравляю. Мы вот слушали ваши проповеди на дисках, обратились к Богу, стали ходить в тюремный храм, и теперь мы полностью завязали с уголовным прошлым, работаем, все у нас по-честному, ходим в храм, причаемся. Слава Богу. Мы так рады вас видеть, живого, так сказать. Вот видите, даже ради этих двух парней уже стоило вообще затевать всю эту историю. Поэтому я благодарен всем тем, кто снимает проповеди, не только мои, а вообще всех проповедников, которые существуют, снимает лекции наших уважаемых профессоров, распространяют это и каким-то образом это комментируют, пусть даже с отрицательной точки зрения, потому что, ну, может быть, там есть какой-то конструктив, мы постараемся исправить наши ошибки, конечно, мне уже пенсионеру трудно стать другим. Но, тем не менее, в основном я ощущаю от нашего народа Божьего такую и свою благодарность. Даже от совершенно не церковных людей. И приходят люди и других вер. Вот в прошлое воскресенье, в субботу, на все ночи пришла женщина-мусульманка. Потом я был тут у врача, он оказался буддист, калмыка. Он меня попросил помолиться за одну свою больную. По фамилии видно, что она представительница ислама. Я за нее молюсь Богу. Когда этот врач приедет из командировки, спрашиваю, как она поправилась или нет. То есть врач, буддист, просит православного священника помолиться за мусульман. Ну, это просто для нашей России, по-моему, идеальная ситуация. Ну вот, поэтому церковь должна просвещать свой народ. Поэтому еще раз благодарю всех тех, кто участвует в наших таких бесконечных проектах на этой теме. Всем доброго, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok